Вновь на острие критики работа структурных подразделений администрации с обращениями граждан. Юрий Поляков потребовал прекратить лить воду в ответах людям и провоцировать тем самым повторные жалобы и обращения. Уважаемые замы, я попрошу вас всех, внимательно вычитывайте то, что пишут ваши подчиненные. Это просто какой-то кошмар. Мы что, решили обрасти этими жалобами? Поток жалоб надо уменьшить процентов на 50. Но его можно уменьшить только правильными ответами, которые даются в жалобах. Вы меня услышали? Поручение звучит в адрес управления ЖКХ. Навести порядок в сквере боевой славы, провести обрезку сухих веток, убрать лишнюю наружную рекламу и так далее. Вчера определили, какие деревья будем обрезать. Где досадить, где покрасить. С сегодняшнего дня Зеленстроя уже начал обрезку деревьев. Покраска пешеходных переходов тоже с сегодняшнего дня подрядная организация будет заниматься. Мы на этой неделе... Вот как сделаете, нас хочется вам, а позовете. И мы пешочком вокруг него обойдем и сквозь него пройдем, посмотрим, что там сделано. На вопросе освобождения города от несанкционированной рекламы Юрий Федорович остановился подробнее. От Светланы Яровой, курирующей это направление, он ждет отчет. Сколько на сегодняшний день выдано разрешение на установку рекламной продукции и какие меры принимаются в отношении нелегалов. Сколько штрафов предъявили юрлицам? Там штраф 500 тысяч. Было ли такое? Не было. То есть вот эта работа меня очень интересует, потому что город просто завешан, просто ужас какой рекламой. На любую улицу, куда не зайдешь. Значит, ваше подразделение, дайте команду, пусть они просто занимаются своей работой. Лариса Медведева, главный государственный санитарный врач по городу Анапа, акцентировала внимание участников общегородской планерки на теме вакцинации от гриппа. Обращаюсь ко всем. Началась прививочная кампания от гриппа. Значит, привить должен каждый 95% своего коллектива. Это не наше желание, это постановление правительства. Государство выделяет средства. Это нацпроект. Прививки от гриппа очень важны. Вы сами видите, мы летальности не имеем уже давно. Потому что только благодаря тому, что грипп протекает легко, заходя в организм. Вакцинация против гриппа проводится добровольно и без оплаты. Своевременные прививки помогают снизить порог заболеваемости почти в 10 раз.